Добрый день! Мы начинаем прямое включение с площадки службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. И сегодня проведем пресс-конференцию на тему «Общенациональная инициатива Ельбасы Елюмыты. Итоги реализации проектов». Спикерлермен таныспы олыңыздар. Жанғозин Ануар Канатулы, Ельбасы Академиясы корпоративті қоры директорының орынбасары. Және Раисова Гүлмира Булат қызы, Ельбасы Академиясы корпоративті қоры көзпашылықты дамыту орталығының басшысы. Күрметті спикерлер, біздің аланыңға қош келдіңіздер. Алды мен сөз кезегі, Ануар Канатулы өзіңізге беріледі. Және де осы бүкіл бағдарламалар Нұрстан Азарбаев қорының басқаруымен жүзге асын. Және де осы бүкіл бағдарламалар Нұрстан Азарбаев қорының басқаруымен жүзге асын. Тәрбелеге және үнемі өзін-өзі дамыту қажеттілігін түсініге бағытталған жобалардың басты артықшылығы олар біреге және басым көпшілікке қол жетінді. Бүгін сіздермен бастама аясында жүзге асырылып жатқан жобалардың нәтижелермен бөлісейміз. Ауыл оқушыларына арналған мүмбала ұлтық олимпиадасы. Түрлі олимпиадаларды өткізу тәжіребесі ауыл баларының оларға аз қатысатынын көрсетеді. Статистикаға сөйінсек, ауыл оқушыларының шамымен 13-14 ғана пайызы облыстық және республикалық олимпиадаларға қатысады. Көп жағдайда бұл олардың дайындық денгейіне облыстық орталықтан алыс тұрғанына байланысты. Сондықтан бейіл Нұрсултан Назарбаев қоры әсіресе алдағы мектептерде оқытын баларға арналған мүмбала ұлтық олимпиадасын өткізді. Олимпиада тек академиялық білімге ғана емес, сонымен қатар сіни және логикалық өлеу қабілеттерін анықтауға бағытталған. Көптеген зерттеулерге сәйкес бастауштан орта мектепке өті кезеңі баланың дамуына үлкен әсер етеді. Сондықтан осы олимпиада шемберінде 5-ші және 6-ші сынып оқушыларын қамтуды жүн көрдік. Олимпиадының бірінші кезеңі сұртай өткізіліп, 4 мұнан астам ауыл мектептерінен шыққан 5-ші және 6-ші сыныптың 295 мүн оқушысы қатысты. Нәжесінде 2-ші кезеңге қатысуға 5 мүн оқушы үріктелді және жалпы олимпиадының қорытындысы бойынша 1000 женіпас анықталды. Бүгінгі таңда олардың 300-ден астамы дарынды баларға арналған мектептерде 7-ші сыныптарда білім ауылды жалғыстырады. Сонымен қатар, 2-ші кезеңге өткен финалистер Елбасы Академиясының онлайн мектепінде, бірге оқу онлайн мектепінде ақысыз пәндіғы дайындықтан өтіп жатыр. Сапалық қашықтан білім алуға жадай жасал махсатында, олимпиадының мүм жэнг пазна, нұрсултан Азарбаев құры атнан, ноу-буктар сыға тартлады. Следующий проект – это площадка реализации дистанционного обучения, бірге оқу. Все мы помним, каким был непростым процесс перехода на дистанционное обучение. Это во многом связано с его беспрецедентной оперативностью и массовым охватом. Конечно же, это стало большим вызовом не только для педагогов, но и для родителей, для учеников, конечно же. Поэтому с учетом всех потребностей мы запустили проект «Бірге оқу». Данный проект работает в нескольких направлениях. Первое – это дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов дистанционного обучения. Второе – это курсы для педагогов и родителей по методикам онлайн преподавания и психологических аспектах, связанных с этим. И третье – это онлайн-школа для сельских школьников, финалистов и победителей проекта «Мамбала». В семинарах и тренингах в рамках нашей площадки приняло участие более 10 тысяч педагогов. 3 тысячи педагогов и студентов педагогических вузов прошли специальный курс «Авторский цифровой ментор». Данный курс был реализован практикующими учителями, которые имеют большой опыт именно в дистанционном образовании. В целом на площадке проекта проведено более 60 прямых эфиров, 9 конференций с участием не только отечественных, но и зарубежных экспертов. Темы для обсуждения касались не только организации самого процесса дистанционного обучения, но и в целом развития эмоционального интеллекта, психологического благополучия учеников, особенно в условиях карантина и профессиональной ориентации. В целом аудитория данной площадки составила порядка 230 тысяч человек. Все обсуждения с экспертным сообществом легли в основу нашей онлайн-школы Бергео-Ху для сельских школьников. Она была запущена в текущем учебном году, и ее особенностью является то, что у учеников есть не только доступ к ресурсам, с которыми они могут работать сами, это видео, конспекты, но также с ними на еженедельной основе проводятся онлайн-уроки ведущими учителями страны с таких школ, как Назарбаев интеллектуальная школа, Белим инноваций, Лицей, Республиканская физмат-школа. То есть это дает сельским детям доступ к лучшему качественному среднему образованию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В целом поощрение детей и молодежи, добивающихся выдающихся результатов, является одним из приоритетов фонда Нурстана Назарбаева. И в этой связи школьники, которые становятся призерами международных олимпиад, конечно, заслуживают особого внимания, так как за каждым таким достижением стоят годы упорного труда, причем это не только учеников, но и, конечно, их тренеров. Поэтому по решению Ельбасы учреждена специальная премия Ель Махтанаши для призеров ведущих международных олимпиад и их тренеров. Следует отметить, что эта премия была вручена впервые в прошлом году. Ее получили 20 призеров наиболее топовых международных олимпиад по 7 предметам и их тренеры. В этом году мы планируем вручить 11 призерам и 17 тренерам. Крометті журналистер, бар шаңызды кележатқан тавелсіздік мерекесмен үшін жүректен құтықтаймыз. Жалпы жастарды жан-жақты қолдау, бұл Қазақстанның стратегиялық міндеті, Алнур Султан Назарбаев қоры үшін бұл ең маңызды мақсаттардың бірі. Бұл мақсата біз үкіметпен, облыс әкімдіктерімен, қоғамдық бірлесіліктерімен, бизнес және құзырушылық бүлдірген тараптармен бірлесіп, жұмыс степ кележатырмыз. Назарланыңызға рахмет. Ануар қанатылы, маңызды Ақпаратпен бөліскенізге өлкен рахмет айтамыз. Ал енді ел үміті бастамасындағы жұмыс степ жатқан жастар мен ересектерге бағытталған жобалар тұралы, Гүлмира Болат қызы, өзіңі сайт өтсеңіз. Рахмет, құрмет жоналистер, қайрыл күн. 2020 жылы Нұрсултан Назарбаев қоры Қазақстан үкметмен бірге өзгерістерді басқару жөндегі салалық менеджерлерді дайырлау бақтырламасын іске қосты. Бағдарлама ел басының ел үміті бастамасының аясында әзірленген және жүз нақты қадам ұл жоспарын сапалы жүзеге асыруға. Сондая Қазақстан президенті Қасын Жомар Тұқаевтың экономика және әлеуметтік салаларында мемлекеттік басқарудың жаңа тәсілдердің еңгізу қажетілігі туралы тапсырмаларын орындауға бағытталған. Программа «Траслевые менеджеры по управлению изменениями» стартовала в январе этого года. В настоящее время в программе работают свыше 200 участников. Это отраслевые эксперты. Они работают над конкретными задачами, которые были выдвинуты правительством. У нас 11 отраслей. Это такие отрасли, как, допустим, водные ресурсы, строительство, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, геологоразведка, медиаиндустрия, культура и спорт и так далее, региональное развитие. И вот в каждой из этих 11 индустрий выбраны от 3 до 5 конкретных задач. Приведу пример. Например, в отрасли сельское хозяйство у нас такие задачи, как проблема субсидирования сельского хозяйства, проблема экспорта сельхозпродукции, проблема развития сельхозкооперации и так далее. То есть в каждой отрасли есть конкретные задачи. И над каждой задачей работают наши эксперты. Над каждой задачей работают от 3 до 5 семи экспертов. Это вот участники нашей программы. И их задача за 6 месяцев дать инициативы, разработать решение вот этой вот отраслевой задачи и представить премьер-министру и правительству. Участники нашей программы, они прошли конкурсный отбор. В общей сложности, вот в январе, когда мы объявили эту программу, объявили конкурс, на нее опубликовали задачи и список отраслей. В общей сложности для участия в программе мы получили около 3 тысяч заявок. Вот из 3 тысяч человек мы выбрали свыше 200 человек. И сейчас уже программа, она потихоньку подходит к концу. В ходе этой программы участники не только работали над задачами в своих командах, но также они получали обучение и развитие. Каждому участнику был разработан свой индивидуальный план развития, который состоял как из такого узкого профессионального функционального обучения, так и обучения управленческим качествам и особенно обучения навыкам управления изменениями, внедрения, реализации инициатив. Как вы знаете, у нас очень много дорожных карт, очень много разных планов, но когда дело доходит до реализации, то не всегда хватает, может быть, навыков и знаний, именно как внедрить эти изменения. Еще одна особенность программы в том, что участникам предоставлена такая вот глубокая коучинговая поддержка, индивидуальная и групповая. И кроме того, на программе у нас работают 62 ментора. Наши менторы – это очень известные государственные общественные деятели Казахстана. Приведу пример. Допустим, Аскар Узакпаевич Мамин, Аси Трентайович Исикешев, Дариган Руслутана Назарбаева, Алмаз Шарман, Нурлан Киясов, Еркантатишев. То есть это все менторы программы. Также менторы программы – это очень известные отраслевые эксперты и международного уровня из-за рубежа. Особенностью программы является то, что каждая команда должна защитить свои инициативы и свои решения перед правительством, перед премьер-министром и отраслевым министерством. И в настоящее время из 37 команд у нас прошли защиту 33 команды. Буквально на следующей неделе состоится защита следующих четырех команд. И таким образом до конца года каждая команда представила уже свои наработки. И вот по результатам уже прошедших защит могу сказать, что большинство инициатив команд, они приняты в реализацию отраслевыми министерствами. И мы очень надеемся, что в следующем году и в будущем вот эти разработанные инициативы, они будут реализованы и действительно дадут очень конкретный и реальный результат, буквально выхлоп. Ну, наверное, это все вот о программе, то, что мы хотели. Гульмира Булатовна, благодарю вас. У нас есть несколько вопросов, а также представители средств массовой информации направили свои вопросы. Позвольте их задать вам. Гульмира Булатовна, козақ-радиосынан жолдаған сырақпар, аул балаларына арналған. Мың бала олимпиадасы әрі карайда жалғаса, жалғаса оған қалада тұратын оқушылар қатсалан ма? Рахмет сұрақызынға. Я мүн бала олтық олимпиадасы жыл сайын өткізлетін болады, арқарай өз жалғасын табатын болады. Және де ен басты талап, қатсатын балалар, кемінде соңғы ек жылышынде аул мектемінде оқу керек. Бұл ен басты талап. Рахмет. Юлия Атен, корреспондент байгенюз.кізет. Расскажите, пожалуйста, про географию участников проекта, отраслевые менеджеры. Откуда они? Регионы, города, может быть, находятся за рубежом. Гульмира Булатана. Спасибо большое. Из 211 наших участников, это все граждане Республики Казахстан. Многие из них, большинство из Нурсултана, Алматы, практически все регионы у нас представлены. У нас наши менеджеры работают и в Уральске, и в Актау, в Атырау, и в Кустана, и в Павлодаре. То есть у нас со всего Казахстана. Кроме того, очень много у нас участников казахстанцев, которые работают или учатся, допустим, в докторантурах за рубежом. Например, у нас есть участники, которые работают и на госслужбе в Арабских Эмиратах, в Дубаях, и в туристической отрасли, допустим, в Турции, и в США, и во Франции, и в многих других странах, как Европы, так и Азии. То есть география у нас представлена практически всем миром. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Также буквально вчера на церемонии закрытия Года волонтера президент Хасмжомар Кемилевич Тукаев сказал, что волонтерское движение – это не акция, а дорожная карта для его дальнейшего развития и даже введения факультативных классов в школах. В таком случае, будут ли дополнения к существующим проектам, о которых вы рассказали, и какие планы в целом на ближайшие годы? Именно в части волонтерства? Да. По волонтерству, опять же, у нас, во-первых, сам проект отраслевых менеджеров можно считать таким очень масштабным волонтерским проектом, потому что все его участники – это волонтеры, причем волонтеры очень высокого профессионального уровня, которые создают и в дальнейшем будут участвовать в реализации масштабных и очень серьезных программ на уровне правительства. Второе – это в рамках проекта «Медали Эльбасы» у нас одно из направлений – это тоже волонтерство. Можем сказать, что на текущий момент участники порядка 100 тысяч часов уже посвятили именно волонтерской деятельности. Этот проект будет дальше продолжаться, поэтому я думаю, что и дальше участники будут уделять этому время и реализовывать интересные и полезные вещи. Спасибо. 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 Если возможно повторить ответ на русском, я продублирую вопрос. Доступны ли ваши проекты для людей с ограниченными возможностями? Да, у нас, ну, во-первых, каждый участник, конечно, выбирает проекты, исходя из своего желания, своих возможностей. При этом все проекты, они доступны для абсолютного большинства и сейчас проходят в основном в онлайн режиме. При этом, если у какого-то участника есть какие-то особые потребности, мы готовы оказывать соответствующую помощь, предусматривать это. И в данный момент в нескольких проектах у нас есть участники с особыми потребностями, которые, в принципе, успешно выполняют свои задачи. Продолжение следует... 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 Спасибо за просмотр! Спасибо. Также последний вопрос. Какие ожидания от участников на будущее? Ну, наверное, Гульмира Булатна, вы первое скажете. По программе «Отраслевые менеджеры», хотя обучающая, развивающая часть программы, она завершается в конце этого года, и участники нашей программы на защитах, на совещаниях с премьер-министром страны всегда говорят, что они хотят продолжить работу над своими инициативами, именно над реализацией этих инициатив, и готовы оказывать такую вот экспертную поддержку и любую другую необходимую поддержку для того, чтобы госорганам помочь реализовать эти инициативы, и тоже на волонтерских началах. Поэтому я думаю, что будет создано такое профессиональное сообщество, как отраслевые эксперты, и самое главное, что участники, они друг с другом очень подружились, скоперировались и готовы вместе работать уже в командах. Мы знаем, что команда – это намного сильнее, чем какие-то отдельные у нас эксперты или профессионалы. Ну, в целом, если позволите, самое ключевое, наверное, ожидание – это, что каждый из участников проектов, во-первых, для себя откроет какие-то, может быть, новые способности, новые грани своей личности, и через наши проекты сможет эффективно их реализовать, эффективно их раскрыть, развить. И, конечно, в этой связи мы хотим охватить как можно больше участников, как можно больше молодежи нашей страны, чтобы у всех была возможность через такие проекты реализовать себя. Это, наверное, самое главное ожидание. Продолжение следует... Продолжение следует...